Привет, я Даша. А я Лидия. Да, тут книжный видеоблогер Александра привела зарубежные тематические вопросы, касаемые книг, как всегда. И мы подхватываем. Вопрос первый. Представьте, что вы сидите перед камином. Кстати, столько лет прожила, ни разу не сидела перед камином. Ужас-то какой. Наверное, я... Зато ты перед печкой сидела. Да, мне тоже. Ну, совсем одинаково. Вы читаете, и возле вас стоит чашка с чем-то горячим. Что это будет в вашем случае? Чай, кофе или горячий шоколад? Для каминная чай и кофе слишком уж романтичен. Шоколад. А я кофе. Ну, ты вообще кофейная душа. Ну, да, кофемамка. Вопрос второй. Если бы у вас был шанс переписать или изменить судьбу героя книги, кого бы вы любили? Благодарна. Это сделаю. Я люблю такими вещами заниматься. Что написано, то написано. Надо уважать труд писателя и Питера Пена. А мне пришло на ум почему-то Расфандолин, когда взорвали... И он всю жизнь был... И он всю жизнь был не счастлив. Массу Акунину я никогда не прощу. Кстати, об Акунине... Вопрос третий. Ваши родители читали вам книги в детстве? Если да, то какую вам особенно запомнились они? Читали. Но в силу того, что я очень рано научилась читать сама, поскольку я там читаю, то как-то у меня за гранью памяти осталось это. Ну, единственное же, я помню, уже я не помню, уж читал или нет, а просто рассказывал это, но вот папа очень часто мне рассказывал о книжней Ольге. Ну, той самой. Особо он восхищался, как она там голубей запустила, чтобы они устроили пожар у древлян. Ну, а если, что касается меня, то мне в детстве книги не читали, не досуг было. Ведь в единственной комнате, кстати, в избушонке, там ютились бабушки, дедушки и еще... А что, разу этого дома не было? Ну, строили же и дом. Ой, три этажа. Чего я сказала? Три комнаты. Вот когда Галя родилась, тогда и переехали. Так строили дом, работали, то есть мне нет. А я тоже, так сказать, и в меня пошла, я сама научилась читать. Правда, не родители, а подружка соседская, так сказать, чуть-чуть у меня постарше. И потому с миром начала читать, сразу захлеб, сама и до сих пор. Так, вопрос четвертый. Вам больше нравится запах старинных антифарных книг или запах новых, только что купленных? Кышстар. Потому что я вообще очень люблю книги, которые так и говорят, ну, с собой, что даже с ними очень бережно относились к ним, что они очень часто были читаемые и обожаю такие книги, и вообще даже... Вот почему у меня нет, как бы, одной и той же книги в разных изданиях. Потому что я люблю... Потому что какое-то издание будет стоять, свеженькое, новенькое, сведу. А я люблю зачитанные книги, и вот так что... Ну, не сказала бы, чтобы они, так сказать, были отнесены к антикварным. Я-то хочу сказать, что я-то антикварных книги ни одной в руках не держала. Нет, ну, если строго относиться к терминологии, то да, а вообще-то старые имеются в виду, там, кто-то 50 лет, 40, такие-то есть у нас. Ну, не знаю, в моём понимании несколько совсем старые. Ты теряешься в терминологии. Ну, я новую люблю. Вопрос в пятом. У вас есть возможность выбрать один из двух тайных талантов? Приносить в свой мир то, о чём вы читаете, или самому попадать в мир книги? Что вы выберете? Очень сильно, потому что мы как раз вот неделю назад буквально прочитали обе в книгочётнике «Чернильную трилогию», там, «Чернильное сердце», «Чернильная кровь», «Чернильная смерть». И там лишь как раз о переносе. Самому нефиг заставлять страдать персонажей книг из-за моей какой-то прихоти. Ну, я тоже. И я того же мнения. И самому туда интереснее. И я того же мнения. Вопрос в шестой. У вас есть любимое детское произведение-сказка? Сергей Белоусов. Это немножко не та часть. Это вторая уже часть. А у меня самая любимая, первая, «Вдоль параду» для получения Печенюшкина. Ну, слишком много лет прошло, конечно, но мне почему-то запомнилось. Я любила, видимо, всё-таки детская тяга к чудесам и к обладанию чем-то волшебным, что исполняла бы желание. Всё это естественно. Поэтому мне почему-то запомнилась сказка «Цветик-самоцветик». Хорошая сказка. Да. Будь по-моему, я была такая тоненькая-тоненькая с иллюстрациями. Да, да, да. Она почему-то меня запомнилась. Я, конечно, очень любила сказки. Я читала и все, и всех народов мира. Буквально просто тысячи и тысячи. Такая же ромда. Ну, так. Пока вот так. Вопрос седьмой. Если кто-нибудь попросит ваших друзей сравнить вас с каким-либо литературным персонажем, с кем, по вашему мнению, они вас сравнят? Я провела вопрос населения. Нет. Ну, к сожалению, кто из моих друзей не зачитывается книгами. Одна так вообще за всю жизнь только одну и прочитала. И то я ей буквально впихнула. Да. Я пошла от обратного. То есть мне сказали, как бы одна из знакомых не поняла вопроса, она сказала, что я похожа на сову. Я стала вспоминать, в каких книгах, кроме Генея Пуха, сова есть. Гарри Поттер? Не, ну я правда похожа на сову. Единственное, только мышей не ем. А так? Ну да, это ужасно, конечно. Было бы гораздо легче жить, а если бы три волны хьела. Ну, у меня, так сказать, не совсем литературный персонаж. Я просто мне некого спросить сейчас уже, как бы. Но по памяти меня почему-то всегда называли «Мать Терезы». Это не совсем книжечка писала. Ну, тем не менее, писали. Вот мне только пришло на ум вот такое. Вопрос 8. С кем из писателей вы бы хотели дружить? Ох, хотела сначала назвать Акунина. Но страшно мне иметь в друзьях Акунина. Слишком он умный, просвещенный. Не было бы... Он просто бы не стал бы со мной общаться. И я для него, как для меня муравьи. То есть, ну, они там где-то есть, да, ну и пусть ползают. Поэтому я взяла похожих писателей Семенова и Алексея. Они тоже очень люди в русской культуре понимающие, в славянской, по правочкам. В славянской культуре очень понимающие, но они чуть-чуть менее, чем Акунин. Так высоко, да? На полстепенечке, степенечке попроще. Они совсем другие, да. Они совсем другие. Я с тобой, вот здесь мы с тобой совпали один в один. У меня Акунин написано, да. И тоже вот Семенова и Алексея. Ну, всех, в общем, собрали. Троицы наши. Да, тоже. Вопрос, ребята, представьте, что вы можете попасть в один из книжных миров только на одну ночь. Куда бы вы хотели попасть? Вот этот вопрос мне просто в тупик поставила. Я сидела, думала, думала. Потом просто взяла и посмотрела все книги. Я только последние три года веду учёт, что именно я почитала. Я просто всё это посмотрела. Ну, мне кажется, если куда-то и попадать, то что-то сказочное. Кёрсингер Таймлис. Хорошая. Хорошая, да. Но я тоже думала, как-то везде страшно. И вообще вдруг, кстати, ой, ой, ой. И я почему-то, мне на ум пришло, я хотела бы попасть, не знаю, куда Алиса. Что-то не чудес. Ну, и последний, десятый вопрос. Случалось что-то ужасное. Вам нужно срочно уехать, и вы можете взять с собой только три книги. И какие книги вы положите себе в сон? Ну, я как сказала, иезуинские вопросы. Как можно? Большинство на это отвечает своеобразно своей вере и веке. Там кто-то Коран, кто-то Библию, кто-то что-то там ещё ответит. У меня следующие книги. Я человек простой. Это стихи «Куда без них». Мария Семёнова «Кубик из красной пластмассы». Они очень достойные и возвышенные. Могут приезжать в одну минуту, ежели нечем будет заняться, то можно и наизусть поучить, и других повдохновлять этими стихами. Далее у меня Михаил Булгаков. Мастер Магарита моя обожаемая. Тут на обложке написано «Белая гладь», но здесь также и мастер Магарита есть. Тут, я полагаю, комментарии излишни. Ну и опять Семёнова из цикла о «Волкодаве» книг. Именно конкретно «Волкодав. Старик камень». Вот так. Ну, мы с тобой совпали. Единственное, конечно. А я смотрю, когда все книги пропали Семёнова. А почему только эти три? Ну, коль три, значит. Почему оставшиеся три? Ну, раз три. А и «Старик камень». Ну, тоже были, но всё-таки только потому, что это можно читать, перечитать бесконечно. Это близко моей душе. Ну, с «Волкодав» это же начало-начало. Ну, так получилось. Основа-основа. Ну, по крайней мере, три, так и три. Поэтому именно «Волкодав». Вот так. Вопросы не исчерпаны. Всё на этом. Да. Всё, пока-пока. До скорых книг.